Здесь, на Канадинском мосту, для иностранных гостей нашего города уже установили новые знаки. На них привычным русским названием улиц нашего города добавились названия на латинском языке. Должанское — это понятно. Но что такое УГИБДД, иностранцам останется только догадываться. А вот это улица Бетанкура. Не так давно для автомобилей открыли улицу Самаркандскую, и сразу после кругового движения появился пешеходный переход. Но одна из сторон дороги явно не предназначена для пешеходов, а с другой стороны и вовсе запрещающий знак. Но нижегородцев просто так не остановить. Нельзя ходить здесь. Все для людей, все прекрасно. Как думаете, если пешеходам нельзя, кому можно? Ну, может быть, чиновникам только можно переходить здесь дорогу. Не знаем. От этого знака до ближайшего пешеходного перехода больше 100 метров. Так что не нарушить новые правила дорожного перемещения весьма сложно. Законопослушные горожане просто в недоумении. Совершенно не понимаю, какой знак. Видели где-нибудь еще такие знаки? Нет, не видели. Ну, если здесь разметка стоит, значит, здесь должен быть пешеходный переход. Но так как здесь спрещенный знак, значит, здесь вообще должен стоять знак пешеходного перехода. Ну, значит, разметку неправильно поставить. Уже совсем скоро по этим дорогам рядом со стадионом будут ходить сотни туристов и футбольных болельщиков. Мы направили запросы в администрацию, чтобы связаться с представителями Центра организации дорожного движения. Скоро мы узнаем, что и как изменится к Мундиалю. Продолжение следует...